День военно-морского флота отметили в Хабаровске. На набережной города прошел парад военных кораблей. Профессиональный праздник военных моряков по традиции не обошелся без песен и полевой кухни. Все подробности у Арины Солдатенковой. Поздравляю вас с днем военно-морковых флота России! Ура! 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 Официальная часть праздника началась с торжественного награждения. В благодарность за службу действующим морякам вручили нагрудные знаки и дипломы. С днем военно-морского флота России присутствующих поздравили представители городской законодательной власти, руководитель пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю ЕАО, губернатор. Поздравляю вас с днем военно-морского флота России! Наша страна во все времена была и по сей день остается великой морской державой. Мужеством и отвагой, честью и доблестью российских моряков написаны страницы славной истории военно-морского флота. Праздничный митинг завершился традиционным парадом кораблей. По акватории Амура прошли действующие пограничные сторожевые корабли, а также катера Хабаровской таможни и Росгвардии. Корабли данного проекта в настоящее время являются основной ударной единицей и обеспечивают выполнение всех поставленных задач. Годы службы вспоминает ветеран Геннадий Хуторной. Флоту отдал почти 30 лет. Служил в селе Казакевичево, ходил по Амуру до Благовещенска. Случались на охране речных рубежей и нештатные ситуации. Во время якорной стоянки навстречу пограничному катеру шло прогулочное судно, которое едва не стало нарушителем границы. И что-то он боком, боком, боком и пошел в Китай. Там машут, я снимаюсь, прихожу, мягко говоря, уже за линию главного фарватера, беру его на буксир с этой огромной толпой народу и свартую его на причале. Оказывается, топливо кончилось. Российский флот, очистый флот, морского братства символ веры. День флота на набережной Хабаровска отмечали целыми семьями. Отличить тех, кто имеет отношение к военно-морскому флоту, было нетрудно. Все в тельняшках. Для гостей звучал праздничный концерт. Работала выставка морского снаряжения. Однако целая очередь выстроилась за главным блюдом моряков – макаронами по-флотски. Порции приготовили на 300 человек. Однако желающих оказалось намного больше.